Буду смотреть здесь, буду контролировать. Сколько времени у нас не было? Прямо эфир? Да, месяц. Месяц, да, наверное. Наверное, месяц, да. Я запустил прямой эфир. Прямой эфир идет, 4 человека есть. 45 человек уже есть. 55. Можете уже поздороваться с людьми. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие подписчики. Давно у нас не было, вы в преме эфире. Я соскучилась, я не знаю, как вы. Сегодня буду готовить печенье овсяны в айрегреве. И увидите, так просто, быстро и вкусно. Даже иногда хочется что-нибудь, в магазине надо белом идти. Дома есть овсянка, мука, сахар, сливочное масло. Раз-раз готовили, и к чаю, вот, пожалуйста, готовы. Или гости идут что-то, хотят удивить, что я сама сделала своими руками. Своими руками всегда вкусно, интересно. Даже это уважение, не то, что купила быстро. Вот так. Ну, моя кухня, вот. Про кухню расскажите, почему у нас према эфира не было. Почему у нас долго не было, потому что все мне смотрели, сказали мне, пора кухни менять. Конечно, это старая кухня. Я не хотела расстаться, потому что старые друзья всегда хорошо. Ну, все, свое время отработал, 32 года. Если это кухня была, решили бы, что надо, пора менять. Поэтому все кухня поменяла, техника поменяла. Конечно, поэтому у нас время было еще не все полностью готово. Вы видите, что пока нету такого. Но все равно надо работать. Работа есть работа. Очень красиво отремонтировали кухню. Спасибо. Мне тоже нравится. Но пока шторы нету. И мне кажется, когда шторы нету, как-то получается голый. И что шторы будет, тогда будет, да. Но я люблю все. Было чисто. Не то, что как сказать, что... Но красиво хочется. Но мне надо уютно было. Вот заходишь, чтобы уютно себя чувствовать. Вот удобно. Можно отдыхать. Ты после работы заходишь, и все порядок, все уютно. Это самое главное. И вам тоже, конечно, желаю, что когда пришли домой, всем было уютно, хорошо, добро. Постом ожидали. Это счастье. Вы супер. Салам, наши любимые. Поздравляю. Будет супер. Спасибо большое. Я вас тоже очень люблю. Спасибо за то, что вы есть. За то, что вы подписались на нас. Мне это очень интересно. Я очень благодарна вам. Что будете готовить, спрашивайте? Сегодня будем готовить печенье овсяное. Вы айрегрили. Ну, конечно, айрегрили я давно уже готовлю, видели. Мне очень хорошо. Когда ремонт было, конечно, сюда зайти невозможно. Мастера работает. Конечно, я очень благодарна мастеру. Они очень быстро работали, аккуратно. Но у меня недоступна была газовая плита. Ну, карь, ведь надо больше, как же так. Вот помощный айрегри. Вчера приготовили там даже яичницы с сосиской. Быстро помидоры. Всяги-всяги я приготовила. И очень мне даже уручало. Я благодарна, что за то, что у меня есть айрегрель. Я не верю. Если у вас тоже такая ситуация, если у вас есть айрегрель, любое, все, что хотите, можно готовить. Сегодня будем печенье овсяное готовить. Все продукты я выкладывала сюда. Мне нужно селивочное масло, естественно, овсянкой. Такое вот быстрое приготовление. Мука, яйцо, соль, сахар, сода и разрыхлитель. Да, это так надо. И то, и другое. Обычно, когда разрыхлитель, сода мы не добавляем. Но здесь надо и соль, и сода добавлять. Еще сюда можно сделать, по вашей желании, какао-порошок добавлять. Но я не буду какао-порошок. Я буду добавлять здесь шоколад. У меня шоколад такой кондитерский. Если мне это очень нравится, они не плетельные, сладкие. Очень хорошо. Я обычно упаковываю к чаю. Но здесь я буду добавлять печенье. Но их надо будет резать. Ну и естественно яйцо. Тоже одно яйцо надо. Вот так будем сегодня печенье готовить. Варе грил очень быстро. Я туда положу. Ну, как получится. Посмотрим сегодня какое-то 10 минут. Первый раз, конечно, разогреть. Три минуты будет разогреть. Как духовка будет открыться. И все сразу закладываю. Вы вот так увидите. Сейчас мы начинаем. С селивочным маслом. Конечно, я поставлю в микроволновку. Не расслабленную нужно. Вы откуда спрашиваете? Я родом из Азербайджана. Но мы живем в Белоруссии. Город Минский. Я здесь давно. Я уже себя считаю как белорусская, конечно. Белорусским народом мы живем. Они очень добрые. С ними мне хорошо. Я себя чувствую как дома. Так и есть. Ну, и любое место, когда живешь, конечно, так надо. Вот. Мы в Минске живем. Здравствуйте, мама. Здравствуйте. О, новая кухня. Поздравляю. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо большое. И вам тоже. Хорошего дня. Хорошего вам выхода. Хорошего настроения. Сегодня погода просто прелесть. Вот такой-то вот осенний, такой вот не холодный, солнечный. То, что надо. Мы сейчас будем готовить, работать, а потом можно себе позволить погулять. Не знала, что из Минска. Если у вас есть возможность, пока погоду позволить, надо, конечно, гулять. Здравствуйте. Дай Аллах вам здоровья. Мне очень нравятся ваши рецепты и видео. Или вы знаете, что вы знаете? Очень хорошо. Спасибо вам большое, кто смотрит. Мне это очень приятно. Конечно, я это приготовлю для вас, я вам показываю. Но я это знаю, как сказать, всю жизнь готовлю. Я люблю готовить. Мне, в принципе, я за что, если держусь, это люблю. По-любовь я сделаю. Не то, что это надо. Нет. Я люблю, значит, это надо показать. Вот сегодня я вам покажу, что мы сделаем. Селивочное масло добавляем. Погода солнечная, как его. И привет вам из Одессы. Спасибо. Спасибо. Что это? Что это? Да. Что это? А мы орешили. Ленинградский торт вкусный был, спасибо. Ленинградский торт, в самом деле, вы знаете, что вот я готовлю, мне, конечно, нравится, готовлю такой-такой. Иногда вот готовишь, думаешь, что-то вот и не то. А Ленинградский торт, да, попало в молодости. Ну, сейчас что-то люди новенькие, новенькие. Честно говоря, я не люблю, когда торт готовится вот с фруктами, такой-то кисленький, такой. Я думаю, что вот торт должен быть сладкий. Ну, торт в этот Ленинградский, то, что надо, всегда хочется вспомнить своей молодости. Вот я это приготовила. Мне очень приятно, вы тоже свои желания скажите. Я буду готовить то, что вы хотите видеть. Я соскучилась? Доброго дня, ваши рецепты супер, дякую. Спасибо, дякую. Все, начинаем? Да, начинаем готовить. Вот сливочное масло растопленное. И спасибо, друзья, вам за подарки. Мы все любите. Спасибо вам большое. Добавляю сюда сахар. Какое количество здесь, я вам скажу. Сахар здесь 75 грамм. 70 грамм сливочного масла. Я это, вот это не говорю, потом растопила. 80 грамм овсяного. 80 грамм муки. Одно яйцо. Пол чайной ложки разрыхлителя. Пол чайной ложки сода. Совсем щепотка. Вот такой щепотка соли. И ваниль. Конечно, это ваше желание. Кто не любит ваниль, можно нет. Например, мой муж не любит ваниль. Но сегодня буду добавить. Я буду извиниться, что извини, так получилось, так надо. Но, конечно, он тоже не любит. И в самый конце буду добавлять сюда шоколад. Сейчас вот я буду ножом нарезать. Почему я не хочу через твёртую, чтобы они видно было. Сюда сейчас одно яйцо. Хорошо перемешиваем. Сюда я добавляю соду. Здравствуйте, мамая. Как вы сегодня готовите моё любимое печенье из детства? Спасибо вам. Здравствуйте. И вам спасибо за то, что вы смотрите. Хорошо перемешали. Сахар не чувствуется. Сюда сейчас я добавляю овсянку. Всё сразу. Вот такой у нас масса получается. Вот такой. Сейчас буду сюда добавлять ванили. Много не будем, потому что здесь у нас не такое большое количество. Но это можно сделать, если хотите больше печенья. Здесь примерно должно выходить 10 печенья. Но для аэрикриля это нормально. Если хотите больше, пожалуйста, если у вас время позволяет. Если хотите больше, пожалуйста, можно. Мы добавляем постепенно половинечку. У вас золотые ручки. Спасибо. Разрыхлитель. 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 да новый всегда хорошо выставить тоже я любила но надо сейчас я буду руками друзья видно слышно вас хорошо напишите если все хорошо видно и напишем плюс вот здесь я добавила вот немножечко потому что это яйца вовсе много понадобится чуть еще добавляю я тоже хочу чтобы вы все отлично всем отлично привет из латвии латвия здравствуйте спасибо что смотрите мне очень приятно и я хочу вам тоже сделать приятно добрый день приятно смотреть спасибо большое мне тоже приятно для вас что-то показать сейчас изменить ручку помою немножко дальше здесь турция город аланя привет привет друзья кто не подписан обязательно подписывайтесь могут которым обычно вкусную домашнюю армении привет привет из греции вкусное печенье от вас веет добром эстония тоже смотрит здравствуйте вот такие классные спасибо новое но еще не все установлено вот мойка нету поэтому надо каждый раз ты помните там зачем две плиты это не две плиты пока ты не подключили должно быть не раз приходит они подключили очень много работы мы успеваем а мы сами не имеем право поэтому старый оставить пока новыми подключили сейчас буду резать овсяные печенье готовим варе гриле германия привет здравствуйте 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 мне нравится ваш рецепт продолжайте в том духе спасибо большое хорошо будем продолжать шоколад будем добавлять я люблю молочный шоколад если хотите можно горький хотите темный который вам нравится где-то шоколад с орешками внутрь как-то поэтому кушать они будет не будет орешки здесь вот это достаточно вот наше тесто я добавляю туда нашу шоколад будем еще размещать пусть всем все порежет а вы отдохните нет когда я начну я хочу сама все сделать вот у нас такое тесто получается можно это тесто оставлять 10 минут можно полчаса как ваша душа желает у нас такое время нету поэтому я вот оставлю вот не буду оставлять но когда духовка включая сейчас я вам скажу ари гри включать как духовка надо включать три минуты разогреться поэтому пока три минуты будет стоять я буду кручать сколько маме лет 64 я не скрываю свой возраст наборов я горжу своим возрастом каждый возраст своей красота между прочим у меня было вчера праздник и даже никто не знает у нас было с мужем совместно 43 года я не знаю я говорю да конечно ты не знаешь вот так вот еще помнишь я конечно помню ну что мои дорогие друзья сейчас мы ари гри подключаем очень молодо выглядите ваша мама дай аллах и здоровья спасибо спасибо поздравляю вас спасибо пожалуйста подключи туда холодильник не мешает сейчас вот все ну ну все добрая женщина спасибо сейчас еще выбираем вот у нас еще такой книжка есть вот именно для этого ари грили здесь много рецепты можно что можно готовить плюс который я вам готовлю тефтель очень хорошо получается я здесь готовлю вот просто обалденно вкусно и быстро и вот все вообще хорошо достала этот противень или девочки сделали это какой емкость поставлен на стол поели с удовольствием вот пожалуйста еще но я вам скажу мне кажется не каждый ари грили коробка есть такой книжка но здесь есть потому что кто-то мне сказал что она купила коробка не было книжка она даже не просили принесите мне книги это посмотри что там вот я ее покажу конечно сейчас я это включаю вот очень легко даже включается вы поменяли кухню или жилье нет кухня здравствуйте я вас вообще люблю сколько у вас детей трое я смотрю с казахстана хорошо здравствуйте здравствуйте классно классно здравствуйте здравствуйте примите поздравление с одессы здоровья вам и всем вашим близким радуйте нас своими децептами спасибо вам большое спасибо вам я очень благодарна вам за то что смотрите за то что люди подписываются просто это конечно очень радостно кто вы по национальности азербайджанка агерким сестирки азербайджан делим на дарашем диабирал сезон азербайджан азербайджан ари гри я включила 3 минуты сейчас поехали что кушать будете готовить? оксени печенье будем готовить 200 градусов чок пошел чок кюзян 3 минуты я грею 3 минуты я грею вот книжка я вам показала может только что кто пришел здесь очень много рецептов если вы что то не знаете что можно готовить здесь все есть очень много есть рецептов и слабость есть и первый есть и второй есть и все что хотите много есть когда будет вот коробочка вот такой вот книжка а где заказали это греть? на Валберсин? на Валберсин в Валберсин у нас там есть наверное артир ссылка есть можно там посмотреть можно купить конечно я это не жалею что у меня такой помощницы есть я говорю вот когда ремонт указывают не пустили подойти туда пришлось вот вот пока это греется я наше тесто буду формировать где можно купить такую книгу спрашивают книгу в коробочке будет когда вот Айли Гри купит и там будет вы разогреваете ее? да да где купили помощницу? в Валберсин в Валберсин в Валберсин сейчас мы тут переконжитель будем начать в Валберсин а зачем это греется? потому что чтобы я грею чтобы знаете когда вот в окне все те застелать почему чтобы не перегорелись и там не было в принципе помыть очень удобно протирал и все больше не надо ну все равно даже можно без этого если хотите можно не поставить необязательно А Айли Грел лучше чем печка в чем разница? разница это быстро готовить очень удобно и красиво и красиво и вы знаете что когда духовой шкаф электричества конечно тянет много а здесь нет совсем мило а именно электричество требует да но в принципе вот это печенье когда я готовлю духовку не так получилось не знаю почему то может быть у меня духовка не то была но вот здесь мне понравилось какой фирм у вас аэрогрис брать деймя вот можете показать на камеру вот пожалуйста посмотрите вот здесь написано сейчас деймя и мало места занимает да? мало места занимает и легкие куда хочу туда ношу но еще у кого дома дети если трогается абсолютно не опасно тепленький но не горячий да здесь у меня 70 грамм сливочного масла 75 грамм сахар 80 грамм овсянка 80 грамм муки одно яйцо пол чайной ложки разрыхлителя пол чайной ложки сода совсем щепотка соли ванили по вкусу если кто-то не любит можете не добавлять у вас новая кухня красивая спасибо да новые когда прямо и всегда сказал надо меня мне стыдно стало а то я не хотела старую кухню расставаться друзья напишите те люди которые о маленько спасибо за подарок те люди которые смотрели и до этого какая кухня лучше старая и вот сейчас новая напишите какая вам больше нравится но обычно сказали это было уютное это тоже я люблю что вот светленькие беленькие даже но это не белые это светлые конечно светлые мне кажется душа светлые получается но новая пишут у вас дом или квартира дом дом у нас новая кухня лучше нравится то что мамочку удобно неудобно да еще не все готово но удобно я уже чувствую вот мои дорогие друзья сейчас я вот это достаю старое уютное новое красивое вот печенье даже без бумаги можно или вот можно с бумажкой как удобно будет давайте так не надо ничем масок не надо потому что печенье здесь селевишнее масло поэтому это достаточно сделала кружок я сделала вот такой точный где-то 0 5 сантиметр даже сантиметра нету демиан давайте напишем артикул аирогриля потому что люди просили чтобы им удобно было найти на балберис да чтобы долго не искали да в каком городе живете город минске сейчас я включаю о малинка спасибо за подарок градус я буду выбирать 180 180 привет привет 10 минут поехали вы на мою бабушку похожи возможно я тоже еще бабушка конечно сахар тоже добавили конечно вы давно живете в минске очень давно очень давно кто по нации азербайджанка на все вопросы на все сообщения отвечаем друзья какой блогер стример так делает ха 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 кто по нации отвечает все включим по экрану включим алена когда мы просто прямо их видео это конечно все ваше сообщение видим пойдем отвечаем а когда видео снимаем ну извините тогда не получается конечно мы не хотим вас обидеть не хотим ваше сообщение оставить без ответа ответ все зряхшись какое блюдо самое популярное у вас у меня прадедушка был азербайджанцем о я тоже азербайджан не азербайджан азербайджан не альббеттеке азербайджан своими кухнями сахар варкув не встает амсан аж пищевел аж она говорит аж молодые у меня можно я буду пищевел Долго готовите? Что готовите? Готовим овсяные печенья. Нет, мы недолго начинаем, потому что это очень быстро делается. Долма – мое любимое блюдо. Долма мы готовили, у нас есть видео. Конечно, долма тоже я люблю. У меня есть виноград по дворе растет, листья собрала, их можно мариновать. Что такое мариновать? Просто сольма, да, и все, больше ничего не надо. Но еще можно морозильник палашить. Раньше такого не было, сейчас, слава богу, мы уже современнее стали. То же самое получается, но этой белкой надо немножко раньше доставать, чтобы они сами отошли, размалузили. Всегда смотрю с удовольствием. Очень приятно вас смотреть. Вы большая умничка, пишет Светлана. Спасибо большое. Мне тоже очень приятно. Конечно, давно не были, потому что проблема была кухня. Игры была работа. Соскучилась, конечно. Привет из Риги. Салам алейкум. Рига, это где? Напишите. А сама не понимаю. Рига, лично салам. Добрая вода из Польши. Добрая, добрая. Добрая Польша. Здравствуйте. Вот Арсенни Кичинья сделает такой кружочек. Потом я сделаю печенье, расставлю. Можно на руках, можно здесь. Спасибо за ваши ролики. Я хоть ничего не готовлю, но смотреть очень вкусно. Я каждый до конца досматриваю. Спасибо большое. Очень приятно. А сейчас можно взять до азербайджаны? Да. Да, да. Азербайджаны. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Сегодня мы очень приятно. Схеминутно. Здравствуйте. Алматы. Здравствуйте. Здравствуйте, Алматы! Здравствуйте всем, кто смотрит! Ресторан у вас в Минске есть? Какой ресторан? Конечно, как же, что в Минске большой город, красивый город. Как же рестораны быть? Есть. Тем более рестораны всякие есть. И азербайджанские, и белорусские, и жмейские. Много-много, да, конечно, грузинские. Каждый на все хочет своих. Буду показать. Я, Ренатка, из Еревана, с удовольствием смотрю вас. Спасибо большое. Спасибо. Мне очень приятно. Я очень благодарна за то, что вы смотрите. Мне это очень важно. Я готовлю для вас. Я для себя все и сейчас вам готовлю. Вот такие у нас печенечки. Сейчас здесь в первой парке будет готовы. Достаем. Это я убираю, что нам не нужен. А какая валюта в Азербайджане? Манат. Доллар? Нет, нет, там доллар вообще, можно сказать. Или вообще. Они даже об этом не разговаривают. Если что-то продают, спрашивают. А по каким деньгам? Они говорят, как, как. Ну, конечно, за бальчанский монат. Поэтому... Привет. Вы знаете туркмянский... Конечно. Ну, кто-то знает. Привет из Германии. Привет. Здравствуйте, Германия. Вы очень приятная женщина. Спасибо большое. Друзья, всем спасибо за бадайки. Мы что-нибудь питьем. Нам очень приятно. У нас осталось пять минут. Сейчас я принесу тарелочку. Харп, привет. Вы самая лучшая. А я к тому, кто готовит. Любите, можете идти в ресторан, подумаю. Нет, ресторанов у нас... Ну, у нас ресторана нет. Вы хотите, чтобы мы открыли свой ресторан под названием «Мама готовит»? Вы пришли и покушали бы? Нет, это не для меня. Я хочу дома. Домашние условия. Для себя. Спасибо. Скажите, пожалуйста, где вы живете? Приеду к вам. Я живу в Минске. А вы откуда? Здравствуйте. Вы самая лучшая. Вы вкусно готовите. Спасибо большое. Спасибо. Я у вас вижу свою бабушку. Я тоже же бабуля, конечно. Здравствуйте. Я смотрю с удовольствием вашей стримы. Вы классная бабуля и вкусно готовите. Спасибо большое. Четыре минуты. Сейчас мы останавливаем, посмотрим. Маме должен быть в жизни. Еще немножко подождем. Четыре минуты. Салон. Салон. Зачем вам две плиты? Да, просто так много готовим. Вы такая приятная женщина. Всегда смотрю ваши рецепты. Здоровья вашим рукам. Привет из Израиля. Привет, замечательная женщина. Замечательная мама. Замечательная готовит. Спасибо вам большое. Мне тоже очень приятно. Нет, мне две плиты не надо. Одна плита пока там нету. Пока не подключили. Но это же должно быть. Мингаз приходить, чтобы подключили. Так положено. По закону. Я законопослушная не могу. Сами миксерам. Законопослушная гражданин. Да. Маленька, спасибо за подарки. Нам очень приятно. Скажите, в чем готовите комбайн? Это что такое? Я так не понял. Комбайн? Делайте, пожалуйста. Есть все причем комбайн. У меня есть комбайн. Техника у меня есть. Но я тебе не показываю. Почему? Потому что мы у всех есть. Обычно я нужен. Терка это у всех есть. Конечно, мне тоже было бы комбайн. Раз раза раз от мистерника порезало. Нет. Когда сделаешь свой урок. А свою игру ставишь. Конечно, тогда будет вкусно. Привет, я из Латвии. Вы супер. Здравствуйте, Латвия. Спасибо большое. Сколько вам лет? 64. А, у вас новая квартира? Нет. Новая кухня. А, друзья, когда я читаю, я правильно, допустим, эмоции даю вашу? А, у вас новая квартира. Правильно эмоции даю? Читать, читать. Эмоции тоже нужно передать. А это такая печь? Это такой аэрогриль? Нет, это аэрогриль. Нет, это аэрогриль. Это хороший помощник. Вот. Быстро готовится, вкусно готовится. Правильно, молодец. Демен. Сколько вам лет? 64. Правильная эмоция. Вот видите. Добрый день. Что за марка аэрогриля? Подскажите, пожалуйста. Добрый день, Ольга. Это Демен. Артикуль есть в Валбрисе, мы заказали. А пока все так плохо, это Демен, да. Да, пожалуйста. Вот так, Демен. Скрин делаем и на Валбрис пишем слово Демен и находим. Белый эрогриль. Есть еще черный. Вот, уже запах пошло. Ну, конечно, к сожалению, вы не знаете, вот я вижу уже запах. Любой готовый, когда продукт готовится, они сразу, конечно, запах по-другому выходит. Демен мне очень хорошо, удобно готовить. Вы знаете, и красиво, и на стол можно поставить. Даже, наверное, вот сидишь, что-то готовишь, поставлю, достаешь сразу поесть. Второй парфюм можно. Пока это кушаешь, горячее достаешь. Не горячее греется. Вот тепленький, вот я руками трогаю. Не горячее для детей это не опасно, но детям нельзя использовать. Это с родителем обязательно, конечно. Но электричество, я тебе всегда говорю, что сам минимум. Иногда я кручаю, смотрю, шутчик. Даже я проверила, что, сколько будет крутить. Конечно, это тоже хочется как-то экономить. Но удобно, очень удобно. Когда достаю, даже есть внутрь, вот, есть хазан можно называть. Очень удобно, протерло и все. Ну, конечно, я мой, как ни было, хотя бы мокрой тряпечкой вытираю, чтобы была чистая перья. Разве мне так выручаете? Удобно. Мне очень удобно. Название плохо видно пишут. Может быть, подвиньте туда? Вот так. Пожалуйста. Видно? Название или брида. Ага. Подвинули. Теперь все хорошо видно. Если вы сейчас скажете, что плохо видно, я все контролирую. Значит, вы идите в оптику и купите очки. У вас очень воспитанный сын. Спасибо. Доброе утро. Вы по национальности кто? Доброе утро. Я по национальности азербайджанка. Живем в Белоруссии. Очень давно. Рыбак, спасибо за подарок. Где меня? Да, все правильно. И выглядели на сорок. О-о-о. Все поняла. Я тоже хочу. Я ему вам советую. А сколько сыну лет? У меня трое. Привет из Баку. Здравствуйте, Баку. Оле, спасибо за подарок. Добрый день. О, у меня папа азербайджанец. А получается, ты не азербайджанец? Если папа азербайджанец. Значит, мама не азербайджанка, поэтому так говорит. Генешна азербайджана аташи саламна. Азербайджанец. Еще идеальное что? Когда заканчивается. И сигналит. Что все, я отработал. Можно доставать. Если не доставать. Вот. Сейчас перестанет. Все. Вот достаем. Сколько лет там у сына, который всегда говорит, мама, а приготовь мне. Сколько может быть? 33. 35. 35, подожди. 35. 35, подожди. 35. Да, да, 35. Ну, для мамы же всегда. Ну-ка, печенье покажите, как они получились. Вот, 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 вот. Вот такое. Сейчас достану. Илья, спасибо за подарки. Улучшая. Ваши рецепты отличные. Я часто по ним готовлю. Счастья и здоровья вам. Спасибо вам большое. Немножай горячем. Ну и еще мы достанем. Малинка. Спасибо за подарок. Малинка, спасибо за подарок. Мы вообще сегодня скидывают подарки. Ой. Сейчас лучше свое слово. Спасибо. Алия тоже. Там тоже. Илья тоже. Алена тоже. Все. Вы такая приятная женщина. Дай Бог здоровья ему. Спасибо вам большое. Горяченькое. Обожаю вас. Спасибо. Как готовят все мое печенье. Вот мы сейчас показываем. А ваш сын не женат? Женат. Все женаты. Обновленная кухня. Да. Вы заметили. Ой, какой приятный запах. Ой, 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 ой. В самом деле здесь и сливочное масло, и ванили. Вот второй партия. Ваша мама и моего сына научила готовить. О, вам повезло. Вам не придется готовить. Опять же, включаем. 200 градусов. 180. Вы такая классная, приятная, улыбчивая женщина. Спасибо. Мы сделали 10 минут. Здесь тоже сделали 10 минут. Андрей Юрьевич, привет из Киева. Поехали. Главное привет. Вот оно самое печенье получилось. А сколько всего в аэрогриле вы поставили? 5 минут? 5. На 10 минут. На 10 минут, да. 180 градусов. Есть и 200 и больше. Ну, я решила. Вы знаете что? Идеально что здесь показано? Что готовить? Сколько минут? Какой градус можно поставить здесь? Вот выпечка 180, 12, 18 минут. Ну, ведь если поставили, у меня идеальное печенье получилось. То есть, они хорошо готовы. Ой, малинка, малинка, спасибо. Здравствуйте. Жаль, что не сначала смотрю, сын обожает овсяное печенье, а разорилось только по нём. Ну, и жалко, что мы это видео не съели. Конечно, вы не будете видеть. Здесь у меня было 70 граммов сливочного масла растоплённого. Туда я добавляла 75 граммов сахара. Потом добавили одно яйцо. Хорошо их перемешала. Соль добавили совсем щекотку. И всё, много не надо. Здесь мало теста, поэтому много не надо. Чтобы они не было соёмных. Потом добавили сюда 80 граммов овсянка. Быстрое приготовление. Я не знаю, есть ли долго сварить их. Я не попробовала. Быстрое приготовление у меня отлично получается. Еще 80 граммов муки. Пол чайной ложки разрыхлителя. Пол чайной ложки сода. Да. И разрыхлитель, и сода добавляю. И всё перемешала. Сами конца. Если хотите, всё, что хотите, можно добавлять. Я сюда ещё добавила шоколад. Можно молочный, можно горький, можно тёмный. Всё, что любите. Формировала. Их можно оставить 10 минут, полчаса, как вам удобно. А я сниму, я сразу готовила. Пока это грелось. Айли говорит, конечно, 3 минуты. Я все формировала. Шарики сделала. Потом разложила. Тоненький. Вот такой почти. Чуточки они поднимаются. Не очень. Потому что они должны быть очень спящей сухой. Вот и все 10 минут. Примерно отготовлено до конца. Может 20. Малинка. Спасибо за корону. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Ой. Спасибо. Скажите, пожалуйста, артикур на гриль. Представители Айли Гриля, они должны быть здесь. Если сейчас они напишут, я скажу. В какой у вас страны? Белоруссия. Привет. Спасибо огромное. В какой стране Белоруссия? Белоруссия, город Минске. У вас дочь есть? Нету дочки. Невесты есть. Они не как дочки. А тот сын, что говорит мама, а приготовь мне, если он жена. Почему? Нет рубрики, жена приготовь мне. А чего жена готовить, если жена ко мне идет кушать? У вас три сына? Три сына, да. Здравствуйте, здравствуйте. Мама говорит, я не знаю, сколько мне надо жить, чтобы учиться как бы готовить. Ну не то, что я себя хвалю, мне ей нравится. Иногда приходит, я не хочу есть ничего. Я говорю, ну смотри, я что-то приготовила. Да, конечно, это будет. Да, конечно, это будет. Мы наставили, конечно. С удовольствием. Привет из Германии. Бамуречка, солнышко. Всегда с умилением и удовольствием смотрю вас. Спасибо большое. Спасибо. В Белоруссии, да. В Белоруссии. В Белоруссии, да. В Минске. Вот наше печенье сегодня овсяное печенье мы готовили. Видите? Они там что-то такое. О, настоящее. А попробуйте еще. Попробовать? Да, конечно. Ну не удобно, только я буду попробовать. Ну конечно. А терять экран люди? Сейчас не переживайте, всего тысяча пятьдесят человек смотрят. Да. Все можно по сольски хватать. На самом деле очень даже вкусно. Конечно, когда свечи вкусно, они еще остынут, еще горе хрустят. Все равно так и хрустящим. Очень даже приятно. Сахарной пудрой будет красиво. Может быть я сахарной пудрой не добавляю. Почему? Потому что есть разница, когда сахарной пудрой надо количество по-другому. А если сахар, вот представьте, если сахар будет из этого сделать пудру, смотрите как он меняется. Поэтому я просто добавляю сахар. И хорошо получается. Пахнет даже у нас. Ой, так хорошо. Казахстан привет, самая красивая бабушка. Здравствуйте, Казахстан. Спасибо большое. Очень приятно слышать. Овсяное печенье в принципе самое вкусное. Пишет Андрей Юрьевич. Вкусно. Знаете, это вот я не то что сладкое, я не могу сказать не люблю, но слишком сладкое не хочется. Вот и здесь по меру. Вот не сладкое, не конечно печенье должно быть сладкое, но не такое, что сладкое не могу. Чаем надели что-нибудь. И просто так можно есть. Или к чаю можно есть. Тем более, когда своими руками готовишь, приходят гости или даже дети. Бегом, мама что готовила? Вам пожалуйста или бабой, что будешь готовить. Конечно приятно. Внуки у вас есть? Есть. Бабушка очень красивая и приятная. Самая красивая бабушка. Дальше. Спасибо. Дальше. Дальше. На печенье. И селем здесь шат селем. Не понял. К сожалению не поняли. Дальше. Привет из солнечной трекмани. Я тоже занимаюсь блогерством. Готовлю. Только недавно начала готовить. Молодец. Удачи, счастья. Как дай бог, чтобы все получилось. Это большое дело. Все надо сделать с душой. Вот это так, что это мое. Я тебя люблю. Да она не бабушка еще. Правильно передал эмоции? Пишите. Правильно передал? Доброго дня. Добрый вам. Украина Днепр на связи. Люблю смотреть как вы готовите. Спасибо большое. Мне тоже очень приятно, когда вот такое сообщение, что вам нравится, получается, у вас получается. Это самый, это душа мне очень. Я просто неприятно этого сделать. Конечно. Я всегда стараюсь сделать легкового. Для меня это очень быстро. Что я не спрашиваю. Я говорю, да это быстро. Они говорят, да конечно для вас. Это все раз раз и все готово. Потому что я это сделаю душой. Я тебя люблю готовить. Тем более я сделаю, чтобы людям было удобно, доступно. И вот просто было. Просто. А где вы находитесь территориально? В Белоруссии, город Минске. Как давно вы готовите на камеру? Год? Еще год нету даже. Ну год. Через месяц будет год. Да. Скоро год будем отметить. Салам. Кухня у вас супер. Ой, спасибо. Да. Мне приятно. Я тоже сомневалась. Может зелья я повиняла. Может не надо было. Пускай было бы стали. Ничего. Мне нравится. У вас огромный опыт готовки. Спасибо. Ну я конечно, как сказать, всю жизнь готовлю. Но только для себя, для своей семьи. Как сказать. Как допустим для гостей. Ну чтобы вот такого даже. Вы такая красивая. Витя приветствует вас. Здравствуйте. А кто комментарии читает? Я читаю комментарии. Вы такая красивая. Вы очень приятная, добрая, новая кукла. Спасибо большое. Спасибо. Да. Но я еще все не готова. Поэтому мне Плита здесь еще. Так будет конечно. Как-то подключим. Это Плита скажем спасибо отработал. Поздрав из Словакии. Словакия. Привет. Здравствуйте, Словакия. Очень приятно, что вы смотрите. Мне очень приятно. Спасибо вам большое. Я очень благодарна всем. Вы такая приятная женщина. Здоровье вам и долгих лет. Вы лучшая. Я вас очень люблю. Дай вам здоровья. Счастья, семейного благополучия. Я очень вас люблю. Спасибо большое. За то, что вы хорошая. Поэтому мне тоже приятно смотреть. И мне настроение поднимается и хочется. А знаете, что я хочу? Чтобы вы приготовили. Нет, не знаю. Скажите. Добрый день. У вас новая кухня. Поздравляю. Привет из Казахстана. Спасибо. Здравствуйте, Казахстан. Спасибо за поздравление. Здравствуйте, Казахстан. Привет. Я вас очень люблю. Привет из Армении. Привет. Привет всем. Забыла нашвание. Нашвание. Вспомните, потом напишите. Нашвание. Привет из Армении. Цибилиси тоже с вами. Дубайский чоколад. Дубайский чоколад мы уже приготовили. Мы готовили, да. Да. Еще у меня осталось 1 минуту и я буду до конца. Какой самый лучший майонад для курочки? Еще секундочку. А у нас рецепт есть. Впереди все в наш тикток. Посмотрите. С курицей у вас очень много рецептов. Даже недавно готовили. Знаете, для курицей очень много есть. Я больше люблю. Там есть соевый соус. Потом я добавляю корчицу. Еще мед. Ну, соль. Кририс, конечно. Паприка добавляю. Еще свою любимую курку. Ну, добавляю. Еще прованская трава. Вот мне это очень нравится. Они очень хорошо. Знаете, приятного запаха. Когда кушаешь, вкусно. Вот сладковато получается. Кто этого любит. А если не любит. У меня еще есть. Недавно я готовила духовку. Куриное бедро готовили. Там сделала я совсем по-другому. Томатной пастой сделала. Вот можно это попробовать. Тоже вкусно получилось. Это соус есть еще сделан для пиццы. Тоже очень ароматно. Очень вкусно. Пицца получается вот необыкновенно вкусная. Можете посмотреть. Да, пожалуйста. Побейте ее из. Пахлава вы имеете в виду? Малинка. Малинка-калинка. Пахлава мы готовили. Даже очень вкусно. Сейчас узнаем, что она хочет. Как вас зовут? Раня зовут. Да, пахлава. Пахлава мы готовили. У нас рецепты есть. Можете в наш TikTok зайти, листать. Но мы готовили. Конечно. Вы прошли, может быть, 34 месяца, листайте вниз. Мы готовили то, что в март месяц. Потому что тогда был азербайджанский праздник. Нурсбайром. Переди там я готовила. И тогда готовили и кувал, который на празднике готовит. И готовили пахлаву, конечно. Но пахлава я там начинка сказала, я мало показала. Вы знаете, хотите больше добавлять. Это орех начинка никогда не испортит. Это будет даже вкуснее. Но еще я добавляю. Вот и в самом конце хорошо кричит. Говорю, все, я отработал свои. Можете доставать. Все. Сейчас перестанем. И мы достаем. Чтобы попроще было вам, можете просто в поиск написать Пахлава мама готовит. Вот. Побыстрее найдете. А если будете просто так искать, мне кажется, у вас уйдет целый час точно. Нет, почему. Может интересно будет потихонечку смотреть наши видео. И друг за другом по-разному. Много чего есть. Может еще что-то найдете для себя. До пахлавы найдет еще. На рецепт еще. Скоро пахлава забудет. И вот с вами такая красота у нас получилась. Мы из Минска. Можно накрывать пергаментом, можно не накрывать. Как вам удобно будет. Мужик за кадром, говори меньше, прошу. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну сейчас ж людям. Ну сейчас, конечно, горячий. Когда остынет, я просто возьму, вот протираю. Вот такая подставка есть, на подставке положено. Здесь остаются, конечно, крошечки. Потому что я здесь пергаментной бумагой не застелила. Я их убираю. Все. Чистенько. Обрату я поставлю. И оставляю на следующий раз повторение. И спасибо. Вот такая у меня помощница. Вот у нас печенье получилось. Очень даже аппетитно выглядит. В самом деле очень вкусно. Вот я оттуда ломала. Вот. Вот эта шоколадка. Если кто первый сейчас видит. Может кто-то сейчас присоединяется нам. Шоколадки я сюда добавлю. Будет вкусно. Но это можно шоколадкой. Можно изюма добавлять. Даже можно хуранго добавлять. Кто что хочет, конечно. Ну вот. Такие у нас печенье получилось. На сколько градусов вы ставили? 180 на 10 минут. На 10 минут. На 10 минут. Здесь у нас есть выпечка сколько? Тоже 180. Но здесь написано от 12 минут и до 18. Но мне 10 минут достаточно было. Потому что заранее я это разогрею всегда как в духовке. 3 минуты, 2 минуты даже достаточно. И все. Будет горяченько. Я положила. Вот пожалуйста. Печенье у нас получилось такое обалденное. Вкусное, красивое, настоящее овсяное печенье. Все. Мы закончили, да? Мы закончили. Все, друзья. Кто хочет заказать такой аэрокриль название. Делаем скриншот. Покажите на камеру. Демиант можете найти на Валбрис. Есть черного света, есть белого света. Выбирайте для себя. Вот вы сами посмотрели, сами убедились, что в эре-гриле можно очень вкусно и красиво приготовить. Это сам мне очень удобно, очень. Мне очень нравится. Еще книжка есть. Здесь очень много рецептов есть. Если вот что-то не знаете, что можно готовить. Вот здесь это подсказка. Угу. Спасибо большое за то, что вы с нами были. Мне очень приятно. Всем я очень благодарна. Спасибо вам. До новых встреч. Да. Кто не запомнил, сделаем скриншот. Сделаем скриншот и все. Мы закончили. Всем до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...